Всем-всем огромнейший привет! С вами xbt.com и я Андрей Воробьев. Я нахожусь около Нового Спасского монастыря в Москве, на Крутицкой набережной, на берегу Великолепного пруда, рядом с Крутицким подворьем. Ой, что делается? Ну и как вы можете догадаться, я здесь не просто так, а у меня, разумеется, очередная видеокарта. И опять же, от Полита, у которого ничего не болито. В моем доме мне выражаться. И на этот раз Gaming Pro 3080, да еще не простая, а с 12 гигабайтами. Да уж, хватит нам геймрукета обозревать пора и обратить внимание на более скромные серии. Надо что-нибудь массовое, ведь современное. Что касается этой карты, она куплена у официального дистрибьютора компании Полит, поэтому карта совершенно новая, запечатанная. Так что мы с вами будем присутствовать при распаковке. Хотя, в принципе, полагаю, что Gaming Pro серия всем хорошо известна и чисто внешне ничего нового тут не узнает. Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное. Как обычно, по традиции отковыривания наклейки. Ну, там, я думаю, что вы знаете, там черная коробка. Вот та самая черная коробка, в ней мануал, как обычно, календарик. Ну, как и было раньше во всех календарках Gaming Pro. Идет вот этот уже никому не нужный адаптер питания на 8, причем один. И вот вместо старой подставки под карту, которая в виде кронштейна, сейчас уже идет новый тип по подставке разборная. Вот, ну, к ней мы вернемся позже. Самый ответственный момент распаковки карты. Я еще раз отмечу, что Полит запаковывает, запечатывает одноразовыми стикерами. То есть, один раз его открыть, и все, обратно уже не получится. Все. Дело сделано, карта открыта. Ну, что я могу сказать? Ну, да, перед нами обычная серия Gaming Pro. Ее обычный формат. Я напомню, что длина около 30 сантиметров. Высота стандартная 105-110 миллиметров. Толщина 55 примерно. Занимает 2,5 слота. По факту, 3. Система охлаждения. Обычная, то есть для Gaming Pro. Двухсекционный никелированный медный радиатор, потому что карта такая увесистая. Никаких исправительных камер тут нет. По традиции, система охлаждения с продувкой насквозь радиатора. Самым крайним правым вентилятором и самая решетка в виде любимых Политом сот. Гнездо, гнезда питания 2 по 8. Ты как атак-то подгоняешь? Ты что, не ввести отображения не совпадает? Это мы еще видели со времен 30-80 старой серии с 10 гигами. Гнезда вывода тоже обычные. 3 дисплеер-порта 1, HDMI, дисплеер-порта 1, 4А, HDMI 2, 1. Ну, собственно, все. Да, вот единственное, что вот здесь отличие, видите, здесь два отверстия. Это теперь вот здесь сделаны отверстия специально для опоры, для подставки. Подставка привинчивается к карте. Подсветка традиционно по вот этой диагонали. Дальше уже надо смотреть тесты, обзор. Такой же формы была и 3081 серия 10 гиговая. Даже 3090 есть точно такая же. Так что здесь и 3080А есть точно такая же. Так что здесь, кажется, серия такая уже, обычная. А что это вы здесь делаете? А?